Хочешь не хочешь, а утреннюю зарядку сделать придется. Алексей Семенихин вместе с другом ловко орудует лопатами, откапывая красный седан. За два дня снегопада машину прилично замело. Чтобы вызволить четырехколесного товарища, Алексей приобрел лопату. Раньше одалживал у друзей. В нынешних погодных условиях это вещь просто необходимая, потому что мало ли где-то застрять можно, или опять же так неожиданно выпадет большое количество снега. Поэтому советую всем приобретать, тем более цена, как оказалось, приемлемая. Точку зрения Алексея разделяют многие уссурийцы. В хозяйственных магазинах полно желающих приобрести необходимый для чистки снега инструмент. Работники торговых точек признаются, практически все запасы лопат уже распродали. Было продано очень много лопат. В основном пользуются популярностью лопаты с пластиком, потому что они более облегченные и людям удобнее работать. Также продавались и металлические лопаты, движки для снега. А вот школьники пользуются результатами своего труда. Ученики 25-й пустили в ход самодельные лопаты, которые собрали на уроках технологии. Сами подростки довольны, сделали на совесть. Ни одна не сломалась. С седьмыми классами мы сначала сделали заготовки для зимних лопат. А с мальчиками восьмых классов мы эти лопаты собирали. В сентябре, в октябре месяцы готовились к вот такому зимнему периоду. 20 минут физических нагрузок на улице и в школу греться. Ученикам такой перерыв между уроками даже нравится. Нам часто делают уборку снега, такие как технологии, физкультура. Ну, иногда делают на важных уроках, тогда мы вообще рады. Мы свежим воздухом дышим и разминаемся, потому что если долго сидеть, это тоже вредит здоровью. Ну и раз такая вот чрезвычайная ситуация, мы готовы всегда помочь школе убрать снег. Территорию школы расчищали даже в непогоду, поэтому за два дня на дорожках и тротуарах накопилось очень мало снега. Но и его скоро поднимут на лопаты. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.